Россия готовится к вторжению Китая. Как сообщает издание Financial Times, вооруженные СЛРФ отрепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой. Согласно утечке информации из российских военных файлов, речь идет о сценариях подготовки к войне с Китаем. В секретных документах описывается порог применения тактического ядерного оружия, который ниже, чем Россия когда-либо публично признавала. Отмечается, что критерии для потенциального ядерного ответа варьируются от вторжения врага на территорию РФ до более конкретных примеров, как уничтожение 20% российских стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами. Несмотря на то, что секретные документы составлены в период с 2008 по 2014 год, эксперты утверждают, что они по-прежнему актуальны для современной российской военной доктрины. Согласно документам, Восточный военный округ России отрабатывал многочисленные сценарии, изображающие китайское вторжение. Примечательно, что в августе прошлого года в Китае официально утвердили новые географические карты. На них часть нынешней территории России признается территорией КНР. Речь идет о Большом Муссурийском острове, который оставался спорной территорией России и КНР в течение последних 100 лет. А интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Калсену, в котором он повторял известные кремлевские нарративы о бесконно русских землях, спровоцировало китайское население порассуждать о возвращении своих исторических земель. Китайско-американский актер Роберт Ву в Сети Икс заявил, что тогда РАЗ должна вернуть Китай, Владивосток и другие огромные территории, украденные у КНР более 100 лет назад. Это отметил политтехнолог Михаил Шайтельман. Кроме того, экс-президент Монголии Цахиагий Налбагдорш также отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина. В Сети Икс он написал об исторических землях Монголии на территории России и даже показал карту. На ней можно увидеть, что современная территория РФ входила в состав Монгольской империи несколько веков. Однако в подписи карте Элбагдорш написал, что Путин может не волноваться, поскольку Монголия – мирная и свободная нация.